Конкурентоспособность Гонконга в Сингапуре. DBS запускает ипотечные приложения в Гонконге. Национальный банк Австралии ожидает серьезные изменения. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обмениваются оскорблениями. Мир затаил дыхание. Растущая угроза войны означает плохие новости для финансовых центров США. За последние шесть месяцев их рейтинги сильно упали. И практически никто не сомневается в том, что основная причина связана с Дональдом Трампом. Азиатские финансовые центры напротив отлично справляются. Гонконг, Сингапур и Токио входят в пятерку самых конкурентоспособных финансовых рынков в мире. Согласно последнему индексу глобальных финансовых центров. Гонконг только что обогнал Сингапур, чтобы перейти на третье место, сократив таким образом разрыв с Нью-Йорком. Только Лондон кажется неприступным. Он уверенно занимает лидирующую позицию. Невзирая на неопределенность, связанную с выходом Великобритании из состава ЕС. UBS в поисках золота в Китае. Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается заполучить свой кусок быстро растущего рынка частного капитала в Китае. Первый некитайский банк получил рецензию на продажу средств китайским инвесторам. UBS быстро сообразили, какими продуктами можно привлечь интерес местных инвесторов. Швейцарский банк планирует запустить свой первый фонд, который позволит китайцам инвестировать средства в китайские активы. Благодаря широкому спектру средств, направленных на китайских потребителей, UBS надеется получить как можно больше средств на частном фондовом рынке, который на сегодняшний день стоит 1,54 триллиона долларов. UBS запускает ипотечное приложение в Гонконге. Крупнейший банк Сингапура DBS любит представлять себя в качестве диджитал-бэнков Сингапур. И его новейшая инновация является подтверждением данного утверждения. DBS Home 360 – приложение, которое предназначено для потенциальных покупателей жилья в растущем городе Гонконге. Если вы решили приобрести недвижимость, приложение позволяет быстро рассчитать, сколько вам будет необходимо заплатить в общей сложности, включая госпошлину, комиссионные сборы. Страховая компания Сингапура «Великая восточная жизнь» решила объединить свои усилия с банком OCBC, чтобы предложить комбинированные продукты, связав лучшие банковские услуги со страховыми полисами. Вместе обе компании будут продавать так называемый наследственный протектор. Новый продукт предлагает защиту от рисков не только для страхователей, но также для их потомков. Клемент Лейн, глава Great Eastern Life в Индонезии, убежден, что продукт будет очень успешным. По его словам, никто не предлагает ничего подобного в экономике, где 255 миллионов потребителей. Энди, Банк Австралии и Новой Зеландии, базирующийся в Мэльбурне, объявил о глобальных изменениях в отношении того, как работает австралийское подразделение. Реорганизация создаст структуру со 150 командами, группами людей, которые будут работать в значительной степени как независимые начинающие компании. Энди полагает, что данные изменения помогут компаниям стать более гибкими и выше адаптироваться к цифровому банковскому делу. Кристиан Вентер, менеджер по технологиям Вэнди, также сказал, что банк будет вынужден сократить количество рабочих мест. Однако точные цифры он не назвал. Вы смотрели пресс-обзор от Финньюз Эйжа. Программа была подготовлена при поддержке Дукаска ПТВ. На сегодня все. До скорого. Продолжение следует...